Здарова, это Реборн! У Джеймса Эйлоуна вышел новый ролик, называется Вот как надо отмечать! Праздничные лайфхаки от первого канала, трэш-обзор. Давайте посмотрим, я на самом деле телек давно уже не смотрел, и первый канал в том числе. Интересно, что же там такие за праздничные лайфхаки, что аж их назвали трэшем. Погнали смотреть. Если кто еще не слышал про чудодейственную силу лайфхаков, призванных из самих глубин ада с целью нерешения о возведении в абсолют большей части жизненных проблем человечества, напоминаю. Для этого у нас есть первый канал. Мой мой, первый канал. Да. Потому что первый по телеку вы не смотрите, а на Джеймса хотя бы можно подписаться. Да, и я уже подписан, лайк стоит и колокольчик тоже. Второй, третий канал и подпис... Кстати, нет, лайк еще не стоит, а теперь стоит. Писаться можно, конечно, тоже, но вовсе не обязательно, потому что только здесь у нас и полки из бутылок, и сосиски на граблях, и даже кота умудрились намазать маслом, за что отдельное спасибо. Бедный кот. И сосиски на грабле, фу, какая мерзость. Дмитрию Толобыву дай господь его котам здоровья. Опа. В общем, как вы заметили, у нас тут своего рода арт-хаус, который постоянно пополняется благодаря главным героям. Я беру картонку и стою на ней. Джеймс, привет. А теперь... Что? Серьезно? Хожу на прогулки с куском картона, а я бросаю картон на снег и стою на нем. Божечки мои, Алексей Шаранин, какими судьбами. Что за фигня? Кто это такой вообще? Эээ, в смысле? Джеймс, мы хотим передать тебе привет. Фух, а я-то уж думал, мне хороший совет. Они что, про него знают, что ли? Сказать хотят, а то мало ли, чего только не приходится смотреть иногда своими глазами. Ну, поскольку глаза обычно боятся, но смотрят, а руки хотят делать, но нечего, своими руками можно собрать югирс. Вот такая штука, если... Давайте немножко перемотаем рекламочку. Так. Это что, это был вначале чувак селика какой-то, что ли? Он Джеймса знает? Прикол. Спойлер, нет. То сначала... Обезопасим зубцы ножовки. На свой страх промокод Джеймс, где создать такой конструктор сами, ведь своими руками-то он, очевидно, получится явно лучше и дешевле. Спойлер, нет. То сначала... Обезопасим зубцы ножовки. Обычной пластиковой трубой, пропиленной вдоль болгаркой с зажимным креплением. Крепление плотно зажмет пилу и не позволит ей выскользнуть из чехла. Спросите, а что же в этом совете не так? А как пилить, не понял. Западно, все так. Делаем трубу для пилы, делаем трубу для кухонных ножей, делаем трубу для моего сарказма, чтобы он так же был безопасен, и вы в безопасности. И восхитительны, в отличие от тёщи, которая на 8 марта заставляет зятя носить шкафы. Только он здесь носит не шкаф, а диван. Типичная ситуация. Перед 8 марта тёща устраивает дома праздничную перестановку. Да, типичная прям вот, постоянно, не знаю, хрен его знает. И просит меня, чтобы я перенес с места на место тяжелый шкаф. Теперь их прям каждый год, нафига? Ну вы знаете, эти праздничные перестановки. Тащи диван! Может, надо было сложить сначала? Тащи кресло! Тащи кота, у меня праздник, сегодня не праздник! Надо же хоть что-нибудь переставить дома, да? Вот так и знал! Лучше б грузчиков вызвало, слабак! И казалось бы, почему грузчиков нельзя было вызвать раньше? Ведь они подготовлены лучше и работу сделают качественнее. Посторонних она в дом не пускает. Ну, мало ли что украдут. А значит вызвать... Ну ты, блин, смотри и за ними всё. Грузчиков не вариант. А значит, ради исполнения своей же прихоти будем пользоваться не своим здоровьем, а здоровьем близких. Вот именно, давай шашлык, кот сам себя не поднимет! Чудесно. Что ж, буду обращаться за помощью к родственнику. Ну хоть он-то вам всем там объяснит, что таскать шкафы это не совсем празднично. Хоть и называется праздничной перестановкой. Нам нужны 4 одинаковых отрезка вот такой ленты. Примерно по 4 метра. И почему я не удивлен? Классика! Но некоторые после мной вышесказанного всё равно зададутся вопросом. Ну а чё такого? Перенёс шкаф и всё, делов-то грузчиков каких-то придумал. Действительно, а шо нам шкафы-то весть по 20 килограмм? Да и на праздник ты их раз-два и готово. По 20? По-моему, гораздо больше. Нет, не правда. Во-первых, они... А, это был тоже сарказм. ...весит гораздо больше и кричит что-то ради чьей-то странной прихоти. Это как-то не особо празднично. Согласен полностью. Алло, у нас сегодня не ремонт, а праздник. Всё теперь, я теперь никогда вам не могу. Во-вторых, не все люди хорошо слажены и подготовлены физически, как тот самый Джон Сина, который готов таскать их днями и ночами. А, нихрена себе, Джон Сина даже был в Скуби-Ду, прикол. Ну а в-третьих, шкаф нужно не двигать, нет. Шкаф нужно нахрен нести. Почему? Я двигал, когда перестановку делал давно. Сейчас она учит в этом прекраснейшем лайфхаке. Делаем петли на концах верёвки. А, это опять был сарказм, господиа. Завязываем это добро на поясе, цепляем за петлю карабин, который есть у каждого человека в доме, что явно очевидно. И если у вас его нет, с вами точно что-то не так. Надеваем оставшиеся верёвки крест-накрест. Отодвигаем шкаф от стены, который у 90% людей и не сдвинется с места. И крест-накрест кладём под него заготовки. Перехлёст должен оказаться по центру предмета. Я вот смотрю на свой шкаф, а он здоровый. Я вряд ли его так наклонить смогу вообще и отодвинуть от стенки, поэтому... А как его вообще нести, он прям до потолка, что за бред? А концы здесь, по углам. Ну подумаешь, наклонить 100-килограммовый шкаф сборить и лофта. О, здоров, спина. А ты куда? Теперь выпрямляем. Охуеть. Внимание. Используем только силу ног. И сейчас упадёт, да? Мину не задействуем. Тогда травма позвоночника вам не грозит. И я бы делать так, честно говоря, от себя лично бы совсем никому не рекомендовал. Да, я тоже. Смех, конечно, смехом, но растяжение, зажим позвонков, позвоночная грыжа и все те сопутствующие медицинские штуки, о которых я, слава богу, не знаю, и вам узнавать о них не советую, никто не отменял. В 20-летнем возрасте работая поваром на практике, я тоже весь такой герой радовался и носил тяжёлые мешки и бачки в одно лицо, а к 26-ти... О, здорово, да чё ты на столь сидеть по 2 часа больно, по... Ха-ха-ха, чё за? Это меня тут подумало. Пошёл ты в жопу, понял? Ну блин, спина, ну вернись, ну я всё прощу. Так можно перенести даже самый тяжёлый предмет. Нет, чувак, нельзя. Вся нагрузка перераспределена на плечах. Например, машину или трактор, можно даже, думаю, КамАЗ попробовать. Нихрена себе, а накачок. Нагрузка-то всё равно на плечах, которые, в отличие от спины и ног, ни в коем случае не состоят из костей и мягких тканей и точно не подвержены травмам. Кому мы когда-нибудь встречали травмы плеч? А руки вообще не устают? Эх, как приятно, блин, осознавать к 30 годам, что я хоть где-то ещё терминатор, помимо туалета, после острой еды. А это ведь не так легко и просто. Аааа, господи! И, знаете, судя по тому, как Дмитрий Толобоев энергично защищает позицию переноски шкафов любыми способами, при которых... Блин, шкаф реально ростом с него, у меня шкаф до потолка, я его не перенесу, и вы чё? В коем случае не будет никаких травм, лишь бы угодить тёще. Такой маленький шкафчик я и без этой херни все перенести смогу. Может, Дмитрий Толобоев сам тёща? Вот так, благодаря тёще мы с родственником теперь можем ходить по квартирам, подрабатывать и расставлять мебель соседям и соседкам. Которые так же, очевидно, как и ваша тёща, боятся звать незнакомых грузчиков домой. Да ну вас позовёт. С праздником вас, дорогие женщины. И дорогие мужчины, которые благодаря этому прекрасному совету теперь могут найти ещё одну увлекательнейшую профессию. Специалист по праздничной перестановке мебели. Телефон для справок 8 800 555 3535 лучше позвонить, чем кого-то просить двигать свой долбанный обшарпанный шкаф. Ну а где праздничная перестановка, там и праздничный наряд. Чтобы быстро украсить простую майку и сделать... А зачем её украшать? Её нарядную совсем не обязательно уметь шить. А нафига её вообще украшать? Для этого обязательно праздничный ум... Ой, это же Волоченье колец. ...меть перекладывать её с места на место? Достаточно нарисовать на ней рисок по шаблону. Да и блин, часу-часу не легче. Нам понадобится бумажная сервировочная салфетка. И вот такой маркер по ткани. И просмотрев почти все, а может быть даже и все советы на моём канале, вы, наверное, уже догадались, что здесь будет происходить. Нас ожидает стиль бомжа. Это бомжи, бомжи! Вырезаем из салфетки дугу, прикладываем к горловине футболки и... ...и закрашиваем маркером ткань через отверстие. Что за херня получается? Серьёзно, это по первому... ...перевому канале показывают? Я... Ай, в жопу! Нарядная коллекция от первого канала. Вот где стиль и дизайн. Что нам до каких-то кутерье, показав мод? Блядь, серьёзно? Вот это стыд. Которые, к слову, тоже порой ввергают шок. Что нам какие-то нарядные футболки в магазинах? Просто бери маркер и рисуй на долбанной футболке. Спасибо, не на чёрной. Здесь была бы, кстати, хороша реклама всех маек. Какая красивая отделка получается на футболке. Нет, блядь, это некрасиво. Настолько красивые, что где-то на уровне сланцев из бутылок даже может быть чуть выше. Как говорится, ни в сказке сказать, ни пером описать. Нам маркером. У нас получились вот такие шлёпки для дачи. С носа таким шлёпком не будет. Да, и будут на нервы действовать. Александру Фёдоровичу понравится. Да? О, блин, одобряй. А кто это? Благодаря оригинальной отделке, простая майка стала яркой и нарядной. Серьёзно? Ты поставила там просто точки, из-за этого она стала яркой и нарядной? Без них она тоже была яркой, она как бы салатового цвета. И это при всём при том, что майка уже была яркой, потому что яркость ей придаёт тот самый зелёный цвет. Но кому это может быть интересно, если у нас на футболке можно просто нарисовать? А если там можно нарисовать, значит там можно и написать. Например? Стикер, который получают авторы этих комментариев. Пиши мне ВК, если выиграл, и не забудь. Если праздничной перестановки мебели дома нет, значит праздника тоже нет. Как быстро и сытно накормить утром всю семью. Я знаю такой способ. Надеюсь на этот-то раз не праздничный. Приготовим рулет с начинкой. Но хоть что-то сегодня идёт не по плану. Хоть поедим. Раскатываем тонким слоем купленное заранее тесто. Я купил готовое, чтобы не возиться с замесом. Смазываем томатным соусом, посыпаем натертым сыром, выкладываем колбасу и сворачиваем всё в рулет. Разрезаем на порционные кусочки, выкладываем на противень и запекаем в разогретой духовке до готовности. Но сколько будет готовность по времени или как понять эту самую готовность вместе с температурой духовки, это вы уж как-нибудь сами. Ну это же не так сложно считать. Ну, сами так сами. Замутили тесто, раскатали, закинули что нужно по рецепту и даже больше, чтобы было как следует на журнале. Он ещё решил приготовить это что ли? Замутили тесто, закатали, порезали, бафнули желтком и перцем и через какой-то промежуток времени нас встречают аппетитные страшненькие рулетики. И желток, как вы можете заметить, нормально зарумянится, так и не успел. И не потому, что я не смог их нормально выпечь. Всё из-за одного маленького, но... Какого? Который... Встречает нас сразу после запекания с потемневшим засохшим сыром, который естественным путём сразу стекает по рулету в самый низ и жарится. Окей, я об этом не думал, если честно. Там пока не приготовится само тесто. И ты либо достаёшь рулет с полусырым тестом и нормальным сыром, либо, как в моём случае, доготавливаешь тесто, но сыр принимает подобный вид. И что мешало... Да ладно, на самом деле это же он не сгоревший, он просто немножко карамель... карамель... карамелизировался. Вместо готового теста купить в магазине готовую пиццу, чтобы не снимать подобные странные советы, не мотивировать людей готовить подобные шедевры... Не, на самом деле я вот в этом ничего такого плохого не вижу. Конечно, с колбасой делать такие рулетики, ну, не знаю, точнее, вот с такой колбасой. Это типа сырокопчёная какая-то, да? Такое себе, мне кажется, с варёной или с вичинкой было бы вкуснее. И понятно, поскольку что на вкус, то и на вид. Чисто домашнее блюдо, уровне устал пить пиво, надо что-то пожрать, а не захреначить ли мне в яичницу колбасы. Как видите, за короткое время мы приготовили полноценный горячий завтрак для всех домочадцев. Только я сомневаюсь, что там мало времени пройдёт. ...который готовит лично яичнику и то быстрее. Я больше не буду, спасибо. Потому что... Я не знаю, по-моему, это нормально, типа. Во-первых, пицца, которая является аналогом, получается гораздо незажаристее и вкуснее. Во-вторых, возиться с этим в два раза дольше, чем... Ну то, что дольше, это да, согласен. ...с той же пиццей, говорю вам как человек, который пиццу готовит дома достаточно часто. А в-третьих, в интернете есть куда вкуснее и интереснее рецепты, повторяясь, какое-то домашнее унылое нечто такое себе. Не, ну я бы не сказал, что вот здесь вот что-то типа такое плохое. Первые два лайфхака какой-то бред, конечно, полнейший, но я здесь, по-моему, просто решил импанса немножечко, да? Зовите их скорее к столу. Ну, я пусть кожу поставлю, да. Который, я надеюсь, вы тоже как следует праздничный перенесли, как и все шкафы в вашем доме. Ведь если праздник, то таскать мебель. Если нарядные платья, то с маркером. А если и проверять советы от Первого канала, то только с едой, чтобы жена точно обрадовалась вашему изобретению. И так же, как и мои подписчики, ждала новый выпуск и ставила лайк. Ждём, конечно же. Видос получился, как обычно, прикольным. Правда, если в предыдущие разы, когда он показывал нам какие-то вот какой-то трошачок, например, от Лео Макса и так далее, я почти всегда был с ним согласен. Здесь же что-то вот последний ролик, как будто бы он решил баться ни до чего. Я не знаю, по-моему, обычные рулетики. Ничего здесь такого нету. Но первые два, конечно, ролика прямо какая-то лютая жесть. Огромное спасибо Джеймсу Лоуну за контентик. Если вам понравилась моя реакция, лайк, подписка, комментарий, не забывайте прожимать бубенчики. Все интересующие вас ссылочки в описании. С вами, как всегда, был Реборн. Спасибо за просмотр. Пока.